Доброе утро! С наступлением низких температур повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций на водоемах, покрывшихся еще не прочным тонким льдом. И, конечно же, первыми испытывают на прочность лед именно рыбаки и любители зимней рыбалки. Уже сейчас в новостных выпусках появляются сообщения о несчастных, а порой трагических случаях, произошедших с нетерпеливыми рыбаками. Как предотвратить подобные ситуации, нам расскажет исполняющий обязанности начальника Центра ГИМС, Главного управления МЧС России по Югре Станислав Ташкевич. Станислав Геннадьевич, доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Зима еще даже не наступила официально, но статистика по чрезвычайным происшествиям уже есть не очень хорошая, правильно? На сегодняшний день в период становления льда на водоемах произошло уже два происшествия. Первое происшествие произошло 11 ноября в Ханты-Мансийском районе на реке Пырьях. Во время рыбной ловли мужчина провалился под лед и утонул. Второе происшествие произошло уже 12 ноября в Сургутском районе. Двое мужчин отправились на рыбалку на озеро, также находясь на льду, провалились под лед. Но двое мужчин выбрались на лед и дождались спасателей. Спасатели их эвакуировали уже со льда. То есть они выбрались самостоятельно? Да. Но это везение, мне кажется, в таких ситуациях. Это исключительно везение, я надеюсь, что второй раз они туда не поедут. Ну, помощь, во-первых, то, что был не один, а все-таки вдвоем, вдвоем все-таки легче. Ну и, наверное, знали, что нужно делать. Конечно. Больше шанс спастись. Какая категория граждан чаще всего все-таки выбирается на неокрепший лед? Кого чаще всего приходится оттуда выручать? Ну, чаще всего это дети, ну и, конечно же, любители зимней ловли. Дети, как правило, выходят на лед побегать, поиграть, попрыгать по льду, покататься на снегокатах и так далее. Ну, а рыбаки зачастую под азартом рыбной ловли пренебрегают правилами безопасности нахождения на водоемах. Когда можно выходить на лед и не опасаться за свою жизнь? Когда лед становится безопасным? Ну, сроки становления ледяного покрова никто не устанавливает, так как это все зависит от погодных условий. Для пешего перехода лед зеленоватого оттенка и толщиной не менее 7 сантиметров. Для массового перехода лед должен быть уже 20 сантиметров. Ну, в любом случае, это, наверное, не раньше, чем в декабре где-то происходит, ведь в ноябре все-таки рано, наверное. Ну, конечно, да, это в основном уже после, если судить по нашему региону, то это после 20-х чисел декабря. Рыбакам, как определить безопасную толщину льда, чтобы можно было пробурить лунку для рыбалки? Ну, во-первых, когда выходят с берега на лед, да, тут нужно осмотреться, выбрать точный маршрут, либо лыжной палкой, либо просто палкой, да, то есть проверить ударом толщину льда. Если все-таки вода проступила, нежелательно выходить на лед. Также не стоит бурить вблизи много лунок. Расстояние между лунок должно быть примерно 5-6 метров, и не скапливаться большой массой людей в одном месте. Помимо этого, есть какие-то еще правила поведения на льду? Да, конечно же, есть правила. Если все-таки случилось происшествие, да, не стоит паниковать, там, кричать и так далее. Нужно оценить обстановку. Также не следует выходить на лед в темное время суток, в туман, в дождь, в снегопад. Нельзя проверять ударом ноги толщину льда, так как ударом ноги проверите, то есть под вами лед захрустит. Можете уйти под лед. А какие-то индивидуальные средства защиты, например, какие-то там маячки, GPS-передатчики, что-то еще можно с собой брать? Нужно вот это? Да, конечно, сейчас много в ассортименте есть спасалки, да, элементарно может вам помочь нож или даже элементарных два гвоздя. То есть они, ими можно воткнуться, да, подтянуться и выбраться на лед. С собой лучше брать шнур прочный, то есть длиной 20-25 метров с петлей. Ну это для того, чтобы оказать уже кому-то помощь, то есть бросить и вытащить человека. Также можно применять какие-то палки, доски, шарфы, ремни, все связать и оказать помощь. Ну главное не паниковать, наверное, в этой ситуации. Да, конечно. И, наверное, лучше по одному все-таки не находиться на льду. Да, конечно, не выходить все-таки на неокрепший лед одному, все-таки, чтобы кто-то мог вам оказать помощь. Или позвать на помощь хотя бы, да, в крайнем случае. Пожалуйста, Никита. Пожалуйста, я настаиваю. Все-таки какая-то профилактическая работа, вот накануне этого опасного периода проводится с населением, прислушиваются ли угорчане? Потому что из года в год ситуации, как мы знаем, повторяются. Да, конечно, инспекторами ГИМС совместно с полицией, спасателями и представителями администрации регулярно проводятся патрулирования, рейды. В местах массового выхода людей на лед, и где зачастую больше всего у нас скопления рыбаков раздаются памятки, проводятся беседы. Также разговоры с населением, то есть о предупреждении, то, что лед у нас еще не окреп, будьте осторожны. Если все-таки несчастный случай произошел, человек попал в полынью, под лед куда-то, да, еще какие действия нужно предпринять окружающим, чтобы оказать первую помощь сразу же? Ну, окружающим нужно четко и грамотно сделать свои действия, то есть найти какую-то палку, ветку, либо, опять же, шнур, все, что есть, близко не приближаясь, то есть подать средство спасения провалившемуся и вытянуть его на лед как можно дальше от провала, то есть дать обогреться свою одежду, развести костер и уже непосредственно вызвать либо скорую, либо спасателей. По телефону 112? Да, конечно. И там уже сами определятся, да, и все. Так, мы все запомним. Ну что ж, мы вроде бы все обсудили, да, спасибо огромное, что пришли, просветили, будем надеяться, что граждане все-таки подойдут к этому вопросу более ответственны, чем ежегодно это происходит. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, с гостем прощаемся, вам же говорим, берегите себя, мы вернемся буквально минутки через две, вы пока посмотрите рекламу, а Марина запишется на реснички.